Василек весь истерзанный, Василек весь истерзанный, только что снял с него здоровенного клеща, надувшегося, вот он видит, что отвернул свою рану от меня. На шее здоровенный клещ насосался, толстый как поросенок, я его взял, оторвал, йодом помазал, и у него несколько ран на голове, ухо порвано на голове, травма, и вот он видит, что я смотрю и отвернул. Тоже постарался йодом помазать, он убежал, потом зализывал, йод весь слизал, как с войны вернулся, весь в ранах, весь избитый, исцарапанный. Как с войны вернулся солдат в ранах, в царапинах, в порезах, в клещах. Возможно, ходит в Андреевское, и там местные коты, а может и собака его хапанула, потому что большая вырвана шерсть. Кот, маловероятно, что так может сделать, а вот собака, собака может, в общем, рана у него получается как бы на плече, шерсть вырвана, и с другой стороны тоже такая же травма есть. Весь в травмах. В том году никаких проблем не было, никаких травм никогда не было, никаких клещей, а в этом году как на него нашло. И, кстати, он в том году никогда не метил территорию, а сейчас ему два года-три месяца, он везде метит территорию, стал взрослым. А значит, в том году был еще маленький, когда было год и три, полтора года. Знает, что у него на теле рана здоровенная, увидел, что я смотрю и отвернулся, отвернул ее от меня. Не весело ему быть побитым, истерзанным, да еще и клещ, как поросенок. Я его просто оторвал, йодом помазал это место. Схватил его, чтобы он не вырвался за шею. Возможно, часть клеща осталась в нем, но йодом помазал это место. Вот такой василек-солдат, воин, защитник Отечества. Бьется в кровь с врагами. Еще не знаю, как клещ повлияет на это дело. От клеща в кровь попала эта дрянь, эта клещевая. Как он перенесет?